Всем привет, дорогие зрители! Я продолжаю прохождение игры Готика. И знаете что? В прошлой части прохождения, когда я сказал прохождение Готики продолжается, какой-то болван услышал вместо Готики, Котики. Я не знаю, до какой степени надо быть безухим. Вообще не пойму. А он еще и матом выразился и дизлайк поставил. Ха! Сам глухой, и еще что-то предъявляет. Поэтому я не стал тут с ним церемониться и отправил на его комментарий Страйк. Хорошо, что в Ютубе есть такая функция. Если тебе не нравятся комментарии, можешь удалить его или Страйк на него отправить. Но бан я ему пока не стал присылать. Он же ведь ненарочно написал. В том, что он глухой, я не виноват. Может, я сам как-то тихо сказал, ему послышалось. Как-то. Ну, в общем, фикс. Вернемся уже к прохождению. Нам надо доставить Юнитор к Ургалому. Да, кстати, а как насчет халявных трех косяков? Я хочу взять дневную порцию болотника. Вот! Возьми три северных темных. Только не стоит курить их все сразу. Это я знаю. Лезь давай. А вот и лаборатория Коргалома. В новом лагере объявились умники, которые сами стали продавать болотник. Позаботься о том, чтобы их дело было закрыто. Ясно. Ну-ка, поговорим с ним. Нет. Интересно. Че это он тут замыслил? Вообще-то ничего страшного не будет. Дело не закроет. Что тебе нужно? Меня прислал Юберион. Я принес Юнитор. Меня прислал Юберион. Я принес Юнитор. А, Юнитор! Теперь-то я смогу изучить действия этого редкого артефакта. Если бы у меня было достаточно слюны этих мерзких тварей. Слюны? Интересно. Слюны? Да. Как ты уже знаешь, я делаю зелье для Великой Церемонии. Слюна ползунов является одним из самых ценных компонентов. Ты ведь знаешь, кто такие ползуны? Ну да, конечно. Да. Отлично. Продолжай. Расскажи еще. Что ж, недавно спящий послал мне одно видение. Он подал мне знак. Я понял, что кроме слюны ползунов в зелье нужно добавить что-то еще. И он избрал меня для этой миссии. Ты получишь задание не от меня. Эта честь будет оказана тебе самим спящим. Ясно. Невероятно. Молчи, глупец. Он дал мне понять, что избранный мной путь верен, но средства недостаточно сильны. Это значит, что второй компонент тоже нужно получить у ползунов. Но это не слюна. Должно быть что-то еще. Значит, мне надо отправиться снова в шахту. А ты никогда не изучал ползунов? Я хотел сказать, может в его теле есть еще что-нибудь, что будет сильнее слюны? Конечно, мы изучили несколько ползунов. Но кажется, нужное нам вещество содержится только в железах в пасти. Должно быть что-то, о чем мы еще не знаем. Иди и найди ответ в их логове. А логово, я уже знаю, это за решеткой находится. Так. А где мне искать ползунов? Где найти этих ползунов? В старой шахте. Ну вообще-то я знаю. Как победить ползунов? Есть какие-нибудь верные приемы охоты на ползунов? В шахте находятся несколько наших стражей, которые добывают их челюсти. Поговори с Горновидом, он поможет тебе. Окей. А как отыскать логово ползунов в шахте? А в какой части шахты находятся логово ползунов? Ну вообще-то я уже знаю это, я же сам играл. Это самая сложная часть миссии. Я ничего не могу тебе посоветовать. Ты сам должен его найти. Сила спящего будет поддерживать тебя. Да, ты меня успокоил. Еще как успокоил. Юбери он сказал, что ты заплатишь мне с юнитор. Юбери он сказал мне, что ты дашь мне награду за юнитор. Да, он так сказал. Думаю, пятьдесят кусков руды тебя устроит. Ну спасибо. Так, бой обещает быть трудным. Да, меня ждет очередное кровавое приключение. Возьми эти целебные зелья. Спасибо. Я даю их тебе не потому, что слишком беспокоюсь за твою жизнь, а потому что это задание для меня слишком важно. Понятное дело. Да, встри. Да, просвети. Тебя спящий. Эй, подожди. Что тебе? Тут еще можно что-то было сказать. Да, просвети. Вообще-то тут можно было выбрать между свитками света и зельями. Похоже. А я выбрал зелье. Хотя не помню, по-моему, можно и то, и то получить... А, ладно, свитки можно купить у идола Кадара. Он же теперь может разговаривать с нами. Только сначала необходимо отоспаться. Спасибо тебе за полотник. Эй, а этот тут что сидит? Харлок. Это был хороший. Давай забудь... Ясно. Ну а если попробовать вернуться в то место... А, вообще-то тут далековато. Сначала надо как-то Лукатару склянуть. Такое со мной больше не случится. Чужие все время одно и то же. Наверное, это правда. Нельзя верить в себя. Вот и он. Нет, это не то. Мне ману пополнять не нужно. Торговать. Я хочу... Вот это то, что мне и понадобится. Так. Есть ли у него тут свиток света? Исцеление, свет, кулак ветра. Руны уже. Руны я пока использовать не могу. Но скоро смогу. Во, свет. Хотя нет. Лишка тут. Свитков я набрал. Семи мне хватит. У меня ведь еще три есть. С собой. О! Могу продать ему вот это. И заодно скуплю руны. Ой. Дороговато они стоят. Надо еще что-нибудь продать. Например, ненужное оружие. Так. Этот мне не нужен, Лук. Да, ему все равно мало. Извините за шум. Это я микрофон поправлял. Так. Ну ладно. Давайте ему... Дадим что-нибудь из... Всяких там трофеев. Клыки, например. Эй. Куда? Столько. 532. Ладно, надо еще что-нибудь. А давайте у него зелье купим. 62. Ой. Ну вы издеваетесь что ли, а? Нужно что-то купить. Еще. Ах, хрен с ним. Только по пути в шахту заглянем-ка сначала в старый лагерь. Главное выждать время. А потом видно будет. Я не буду вмешиваться. И да, кстати. Мне нужно проведать тех, кто прессует полотник. Может туда вернулся этот Гарим. Я сумею с ним поговорить. Может он меня поблагодарит. Я уж забыл. Что будет. Гарим здесь. Привет. А, нет. Только привет сказал и все. Больше ничего. Ну. Значит пойдемте. В старый лагерь. Сначала. Чтобы там ловкости научиться. Раньше было все гораздо лучше. И лук помощнее. Чтоб можно было использовать. Мне вот говорили еще, что я из лука типа мало стреляю в этой игре. Сейчас постреляю. Выстрелю в первую же мишень. Ну и почему? Я же тогда ищейк расстреливал из этого лука. Забыли что ли? Потому что только лук тогда им наносил урон. А меч нет. Меч был слишком слабый для них. О, падальщик. Сейчас мы засандалим в него стрелы. Верни стрелу. Ну, довольны? Хотя, по-моему, это была только пустая трата стрел. Ведь у меня. Молот есть орчий. Который можно. Одним ударом падальщика завалить. А, у меня много стрел. К тому же мы еще в шахте купим. О, и да, кстати, я совсем забыл про буллета. О, даже волков с одного удара. Мои волки мне теперь мало наносят урона. С моей-то броней. Теперь-то я спокойно могу бродить по местным лесам. Одному пипец. Второму пипец. И третий пипец. Та-да-да-да-да-дам. Та-да-да-да-да-дам. Ха-ха. Ой, что-то тут много волков развелось. Пора бы... Соградите их. Есть гость. Эй. Наконец-то. Ой. Ё-моё. Подождите. Вы уж простите меня, если тут какие-нибудь помехи были. Со звуком. Это у меня, представляете, колонка упала. Может быть, я бы провод как-то задел. Что я говорил о тех тварях, так и порчи-горчи. Они пока сложные для меня. Даже если у меня будет другой. Меч ещё сильнее. Ладно. А как насчёт того, чтобы поохотиться на глорхов? А, стоп. Какой смысл мне на них охотиться, когда я не могу добывать их шкуру? Ничего, научусь этому охотничков. Теперь-то у меня есть достаточно руды. Кстати, всего здесь юниторов пять, и нас потом отправят искать их все. Помните те места, про которые я вам говорил? Мол, туда мы пойдём позже. Вот или там юниторы и лежат. Только искать мы их будем в следующей главе. А эта глава тоже ещё не скоро закончится. Меня на эту главу уйдёт как минимум пять видосов. Может, даже шесть. Скорее всего, шесть. Как минимум. Видите, у меня на первой этой главу ушло пятнадцать роликов. Вообще-то, если бы у меня было бы время снимать целиком видео, а то из-за того, что времени не хватило, некоторые видеоролики пришлось разделить на две половины. Если бы я снял полностью, тогда у меня на первую главу только десять роликов ушло бы. Всего здесь пять шесть. Так что наверняка роликов как минимум будет у меня по этой игре семьдесят. А дальше ещё хлеще будет игра Готика 2. На неё есть два дополнения. Ночь ворона и Возвращение. Ночь ворона это для самой Готики дополнение, а Возвращение это уже для Ночи ворона дополнение. Я скачал оба. И сейчас играю. Да, но не снимаю. А то как же я буду снимать, когда вообще не знаю, что там делать? Понимаете ли, когда ты уже сам поиграл в игру, и потом снимаешь её, это как-то удобнее, что ли. Вы уж простите меня. Я тут того приболел чутка. Стоп, мы же туда всё равно пойдём. Этой дорогой. В шахту-то. Сперва зайдём в старый лагерь. О, в пещере снова кротокрыс лазит. Надо бы от него избавиться. Правда, у меня комп-то слабый. Я кучу всего сделал, чтобы у меня Готика 2 Возвращение нормально шла. И патч скачал, который не сменяет текстуру модели. Опа. Эй, слышал новость? Здесь Инэкстремо. Они будут выступать на сцене. Торопись. Жаль, будет пропустить их выступление. Ясно. Вон, видимо, здесь Инэкстремо. Какая-то древняя музыкальная группа. Тут здесь никому нельзя... Многоуважаемые бароны, уважаемые страшники, призраки и рудокопы! Позвольте представить вашему вниманию группу Инэкстремо! Ясно. Что самое интересное, так это то, что... Так это то, что выступают они на сцене... На которой тут виселица есть. Мат прибежал. Блин, ну и... Громко, конечно. За Гамеза! Ты му... Да. Давай-ка. Ловкость плюс пять. Ловкость плюс пять. Твои на... А эти очки при берегах... Иначе как же я смогу обучиться... Добывать... Кожу... У зверей. Мне уже не нужно... Ладно, мне надо еще... Разобраться с этим пулетом. Раньше все было гораздо лучше. Надеюсь, теперь мне никто мешать не будет. Я верю всем, что говори. Загам... Загамеза, такой... Ха. Сначала... Он теперь, видимо, принял меня. Такой, Загамеза. Но я все равно тебе отомщу. Я пришел, чтобы заставить тебя замолчать. Придется... Убить. Ха. Блин, почему он... Почему же он не убивает? Вот это либо как-то убивать. Ладно, сейчас дождемся, пока он встанет. Эй, Смакоин! Все, готов. Веча страха. А теперь обчистим его. А ну-ка проверим его арбалет. Большой лук 40, легкий арбалет 50. Но у меня мало арбалетных стрел, поэтому я надену большой лук пока. О, как у Диего. Все, нормально бегает. Так, надеюсь, сейчас на меня не набросятся стражники. Набросились. Здесь драка! Полная победа, да? Хорошо, забудем об этом. Понятно, этого следовало ожидать. Но я все равно... Загомер! Я пришел, что... СДЕХ! Заберем пока его меч. Приготовим лук. чтобы застрелить его на смерть. Ай! По мне огонь! Меня убили! Ничего, попробую еще раз с ним разобраться. Загоми! Я пришел! Ха! Давайте его сразу расстреляем. Ну, е-мое. Хорошо, забудем об этом. Его все равно так и так убить надо будет. А сейчас мы... Загоми! 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 Отходим, чтобы кто-то И не пытайся отомстить! Ты че не атакуешь-то, дурила? Я аж вон жму-жму. Ай! Ладно, давайте я тут пока на паузу поставлю. И когда разберусь, продолжу снимать. Знаете что, я тут понял, что пока не следует убивать пули-то. Потому что тут стражники говорят, убит наш человек. Уж я покажу тому, кто это сделал. Потом мы с ним разберемся. Примерно в пятой или шестой главе. По-моему, в пятой. Ладно. Пора отправляться в шахту. Со мной такого не случится. Чужие проблемы больше не случится. Да, кстати. Лук-то надо надеть. Ой, мат за нами поперся. Что ж тебе на заднице-то не сидится? Вон там должен быть лагерь всех охотников из нового лагеря. Слишком высоко. А вот тут тоже высоко. О, вот здесь. Мне нужен дракс. Хватит тут курить болотник. Научи меня кожу добывать. Ты можешь... Так. Добывать кожу. Что нужно делать, чтобы снимать шкуры с рептилий? Для этого подходят не все рептилии, а лишь шныги и болотажеры. Если ты подрежешь шкуру по краям, то ты сможешь легко и... Ну вот. Теперь он научил... А, так... Склорхов-то, видимо, нельзя добывать кожу. Я забыл. Ай, мне его не одолеете. Нифигасе, сколько тут падальщиков развелось. Через лес в шахту попасть будет быстрее. Ой, тут волчара. Да доставай ты уже, молот, тупица. О-о-о! Надо вернуться назад. Поставлю на паузу. О, я тут быстренько поднял ловкость до 50, а теперь можно будет акробатике научиться, если еще раз новый уровень получить. И не стал уж снимать, как я до шахты добираюсь. Больше такого не случится. Всё, пришёл. Я сейчас знаю, у кого надо спрашивать про логово. У Яна. Сейчас заодно на ползунов поохотимся. ЗАГОНИ! У меня... У тебя я хочу купить стилы. И такие, и арбалетные. Ой, а у меня хватит? О! Не, мне это одеяние призрака ещё потребуется, чтобы руды дохренища купить. Может, ему что-нибудь другое продать? Ну, там... Трофей! Во, другое дело. Спасибо тебе. Страш из братства. Он, думаю, поможет мне немного с логовом. Я ищу логово ползунов. Думаю, гор на вил... Так. Увидим! Да, пробуй. Поговори, говорит, с ними. Хорошо, поговорим. Только сначала спустимся пониже. И точную скажет только Ян. Что occurring... Что?, может быть, вы? Что же... Что? Что Bear? Шарфил AKke. А вот и я Где-то в этой шахте есть гнездо или логово ползунов Я думаю, в шахте очень много их гнезд Слушай, мне нужно найти одно из них У меня сейчас нет на это времени У нас пресс сломался Пару часов назад сломалась частеренка Вся работа стоит И я не знаю, где здесь можно найти новую Зато я знаю Но если ты поможешь починить пресс, я помогу тебе Нам придется наведаться к ползунам А где я могу найти эту самую шестеренку? Понятия не имею, я знаю столько же, сколько и ты Правда, по-моему, в одной из штолен есть старый сломанный пресс Это я знаю Могу, только не создаю Там ползун Загамет Я могу... Так, у тебя я тоже приобрету стрелы Э? А, ну давайте заодно у него и... Руду купим А давайте вообще по всем локовам ползунов пройдемся и всех ползунов перебьем Интересно, а в этом что-то есть? Было время... Такое с... Держи язык за зубами 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 Крип Травы Травы Крип Еще крип Ладно, больше тут ничего нету Больше я не слушаю эту болтовню Я полагал, это выяснили еще сто лет назад Вон там Нужное мне место Надо вызвать дверь Слежка А вон и ползуны Надо и это место осветить Вон там и лежит та самая шестеренка Которая нам нужна Ой, сколько тут ползунов собралось Ай Ну даже спуститься мне не дали А я где сохранился-то? Ой-ё-ё Ладно На этом прохождение подходит к концу В следующий раз Я разберусь с этими ползунами